Привет, мы Максим и Алексей, компания Изи Фрейд. Мы занимаемся экспедиторскими услугами, растамаживаем контейнера и перевозим их по всему миру. Давайте, расскажите, чем вы занимаетесь. Я уже, насколько я понял, вы занимаетесь растаможкой, логистикой. Дополните, где я не прав. Я, наверное, начну. Началось все, значит, еще даже не в далеком 2010-м, а в 2005-м году, когда я приехал в Новозеландию, пару лет отработав на какую-то мясную компанию в маленьком городке на Камчатке, на Дальнем Востоке России, и поняв, что те законы ведения бизнеса и торговли мне совсем-совсем чужды. Переехав сюда, с буквально парой тысячами долларов в кармане, устроился на работу, какой-то чернорабочим буквально. Первые несколько месяцев поработал, потом устроился на работу получше, уже сел в офис, поработал клерком, условно говоря. Там повысили, пару раз повысили. Этого тоже показалось уже мало. И начал думать о своем каком-то интересном деле. Пару раз что-то совсем не получилось, потому что я, наверное, пытался совсем не в той отрасли, в которой нужно было. Пытался там рекламу продавать какую-то, еще что-то, в чем я вообще никакого понятия не имел. Просто какое-то было желание делать, что-то делать самому. И потом как-то получилось так, что, само собой, пришла мысль, что почему бы не делать то, что я так получилось делаю последние 7-8 лет. Я получил пару лицензий, которые нужны для того, чтобы делать тот вид деятельности, который мы делаем. И понял, что мне все равно не хватает сильно знаний в определенных моментах. И решил искать бизнес-партнера. И это все было буквально в первые пару месяцев с того момента, как я открыл компанию. Русско-украинская диаспора очень маленькая. И буквально 2 или 3 человека всего лишь на тот момент работали в нашей индустрии. И вот одним из них был Максим. Я позвонил ему, говорю, меня зовут Алексей. У меня такая идея, давай встретимся с тобой, поговорим. Хочу, чтобы ты послушал мое предложение. Значит, встретились мы с Максимом в кафе. Я ему изложил свою идею. Максим сказал, нет, мне не интересно. На этом мы с Максимом практически закончили разговаривать. Все было понятно, да. Буквально под Новый год, когда я сидел и думал, что же делать дальше, он мне перезвонил и сказал, что он еще раз хочет со мной встретиться. И вот при этой встрече он сказал, ну что, давай попробуем. Только у меня одно условие, что мы оба должны в ближайшее время уйти с наших работ в офисе. В целом вы спалили мосты, получается, да, своего рода? Сейчас, заглядываясь назад, я думаю, как мы вообще решились на такое. То есть, как бы, вы сами знаете, как здесь, да, в Новозеландии, если ты неделю буквально не получаешь каких-то денег, то вся твоя жизнь разваливается, как карточный домик. Да, да, да. Мы решились, буквально у нас было пару клиентов. Максим, хочешь рассказать? Но еще не факт, что они готовы были с нами работать. То есть, мы, в принципе, готовы были этим заниматься, и даже без клиентов. Сам факт, что мы, в принципе, получим эту свободу времени и наш свой бизнес, поэтому мы сошлись на этом. Ну, я параллельно что-то уже свое делал. Я до этого еще, я не помню, сколько мне лет было, 20 или 21, я с другом. Он находился в Владивостоке, а я находился здесь. И мы параллельно хотели скопировать еще тогда вот Грэб-1, Грэб-1, Группон, который начинался в Америке, волна пошла. И мы вот начали вот это копировать, но потом у нас интересы поменялись, и мы закрыли это. Потом я начал машины возить. На Зеландии? Да, из Японии год повозил, выяснилось, что я в машинах ничего не разбираюсь. И перешел на логистику, потому что я выучился здесь, ну и работал здесь уже 5 лет. 4 года до того, как встретил Олега. Леш, Максим, сколько вообще существует ваша компания? Сколько ей лет? 22 ноября будет ровно 7 лет. Мы все время узнаем о других бизнесах. То есть к нам приходят люди, которые хотят что-то возить, а это 90% бизнесов новозеландских. Те, кто не производят, они что-нибудь возят. Даже те, кто производят, они возят только из страны. То есть не импортируют, а экспортируют. Поэтому нам очень всегда интересно узнавать новые бизнесы от маленьких стартапов, каких-то людей, которые только мечтают о чем-то, до солидных компаний, которые уже возят десятками контейнеров. И каждый бизнес, это там каждая своя история, очень интересная зачастую. Я думаю, кстати, что подписчикам нашим будет очень интересно услышать, вот как человеку, который только приехал в Новой Зеландию, мечтает заняться бизнесом, с чего ему нужно начинать это все делать. Я вот буквально получил пару дней назад от девушки комментарий, вот у нее муж будет работать постоянно, а у нее, поскольку она будет частично ездить в Россию обратно, она хочет какой-то бизнес начать. Именно возить товары из России и здесь их продавать. С чего ей начать? Я бы, кстати, подметил тот факт, что то, что мы, в принципе, уволились, это не всегда правильный момент. И я считаю, это очень такой крайний случай. Самый правильный метод, который я бы многим советовал, это все-таки параллельно что-то начинать маленькими шагами. Если уже поймешь, что это идет, есть спрос, это интересно, то тогда можно уже сделать этот ревог, потому что это большой риск, еще не до бог у тебя семья есть. Поэтому я бы посоветовал все-таки иметь. Мосты не сжигать. Да. В нашем случае все сработало, отлично, мы счастливы. Но это крайний случай, я просто много статей читал, читал книг, и многие другие специалисты, которых я прислушиваюсь и уважаю, они советуют не делать так. По крайней мере, за полгода до этого осознанно знал, что я, скорее всего, рано или поздно уйду, и постарался какую-то сумму денег сохранить, для того, чтобы первые, я тогда считал, полгода прожить без какого-либо дохода вообще. То есть, самый лучший совет, наверное, если вы делаете это, то есть, каждая ситуация, сугубо индивидуальная, то имейте в запасе несколько месяцев. Я думаю, минимум шесть, я бы сказал. Несколько месяцев жизни без дохода. Как к вам пришел первый клиент или как вы его нашли? Я расскажу о, скажем так, наших самых пару первых клиентов, а Максим потом подхватит о том, как мы находили клиентов в дальнейшем. Я работал в большой транспортной судоходной компании, Хамбургсюд называется, контейнер отсюда видно. И по роду своей деятельности я общался с другими небольшими судоходными компаниями, которые возят контейнера на острова Тихого океана. То есть, океане само, Тонго. У них был такой сервис не только доставка, но и растаможка. Я с ними поговорил предварительно, я говорю, ребята, вот если я пойду самостоятельно, поддержите меня, будьте нашими первыми клиентами. И за стаканом буквально вина, они мне сказали, ну давай, а что, без проблем. Это типа деньги небольшие, нам все равно, кто это будет делать, давай поддержим. Максим, по-моему, ты кого-то еще тоже привел, какую-то косметическую компанию. Да, маленький бизнес, она возила косметику из Италии. И потом тоже маленький бизнес, она мясо возила из Европы в Россию. Ну, остальные все клиенты мы просто... Ну, вы, чтобы понимали, мы говорим тысячи примерно долларов в месяц, может быть, дохода полутора максимум. У нас бизнес был убыточный на первые шесть месяцев точно. Да, поэтому после этого мы сделали огромную ставку на, что, в принципе, стало нашим, скажем так, драйвером успеха. Мы просто начали Google AdWords, это, кстати, и твоя вроде идея, мы подключили нашего друга. Подключили друга, но развивал направление ты в основном. Да, то есть веб-сайт, как всем известно, 50% в Новой Зеландии бизнесов не имеют веб-сайта, а мы решили, оп, наша возможность. Мы продвигаем его, мы гордимся нашим веб-сайтом. Первый я сам там на коленке нарисовал, первый сделал нам как раз Стас. Второй тогда я сам там темплейт сделал, как бы на WordPress, там что-то отвалилось постоянно, но ничего, люди звонили. А потом мы нашли ребят, кстати, в Украине. Из Одессы. Отлично все сделали. Ну я вам, кстати, хотел комплимент сделать по поводу вашего веб-сайта. Я заметил там много прикольных фишек в плане того, там, поп-ап Windows всплывающий, который просит, который предлагает просчитать статью. И наверняка я там не переходил, наверняка там будет ввод имейла дальше. Правильно? Конечно. Еще один такой хороший совет можно дать начинающим, это вот буквально началось, может быть, года два назад, Google стал собирать рекомендации. Да, уже и устоявшимся тоже бизнесам не помешало. Ну да, это как бы путь большая, где отзывы, где провисает очень сильно много бизнесов, мы стараемся, чтобы нам оставляли отзывы. Сейчас у нас больше ста, как бы это очень большой плюс. Продвигают этот сайт на поиск. Ну это раз, но и во-вторых, очень доверие к компании вырастает, когда ты видишь, что у нее 100 с чем-то разных отзывов на Google, в Google, да. У вас, я помню, если даже на веб-сайте есть метрика, которая у вас 3,8, по-моему, или 4,5 процентов пользователей рекомендуют вашу компанию, да. Это не просто цифра, огромная часть нашего бизнеса, это работа с клиентами. То есть мы считаем, что работа с клиентами, она не заканчивается в тот момент, когда мы просто доставили груз или растаможили его. То есть мы стараемся с нашими клиентами не терять пульс того, что они делают. Максим часто звонит, просто спрашивает, как дела, кем мы можем вам помочь. Мы собираем имейлы. Интервью делаем. А, делаем интервью, да. Тоже бизнес и наших клиентов, потому что мы понимаем успех наших клиентов, переливается, конечно, какой-то позитив наш. Конечно, само собой. Сколько, если это, конечно, не секрет, у вас сейчас клиентов после 7 лет работы? Плюс-минус, не обязательно говорить точные цифры. Есть маленькие бизнесы, кто-то может быть раз в полгода что-то импортирует, экспортирует, кто-то каждый день, кто-то раз в неделю. В общей сложности, я думаю, что около 300-350 клиентов от разной величины. Общая доля русских компаний в нашем бизнесе, я думаю, порядка 15-10%. Несмотря на то, что мы тратим довольно-таки немалую сумму на рекламу, на разработку офсайта, мы потом посмотрели, посчитали, что 80% все-таки клиентов приходят по знакомству, по рекомендации других. И на это надо акцентировать внимание. Следи за своими клиентами. И они, во-первых, останутся с тобой, потому что многие тоже люди забывают про нынешних клиентов и гонятся за новыми. Конечно, грубо говоря, привлекать нового клиента – это дорого, это большие затраты и усилий. Когда у вас уже есть группа клиентов, которые вы холите или леете, они дают рекомендации другим людям, и это гораздо дешевле для вас получается привлекать новых клиентов и работать уже с текущим. Абсолютно верно. За последние несколько лет мы даже стали, как бы сказал, специалистами по стресс-менеджменту. Такой новый вид бизнеса, когда человек говорит, у меня вон контейнер стоит, мне оказывается его растамаживать надо. Что делать? А, ну тут надо будет налоги заплатить. Какие налоги? Зачем налоги? Да, вот бывает очень часто такая ситуация, хотя, казалось бы, человек, который привозит контейнер чего-то, должен был подготовиться немножко более. Слушай, ну вообще, сколько у нас людей в компании сейчас? На данный момент шесть, и мы со следующего месяца берем седьмого. Казалось бы, ну, что-то семь человек, да? Тем не менее, надо забывать, что каждый человек это пятьдесят плюс тысяч минимум зарплаты. То есть, это нужно каждый год, до того, как ты заработал, предвидеть, что ты их сможешь заработать, а еще бы хорошо где-то еще и получить с этого человека прибыль. В Новой Зеландии, вот, это особо важный момент, потому что, если ты можешь еще рисковать, к примеру, в СНГ, надо брать людей, потому что это не настолько дорого. То есть, ты можешь экспериментировать. Ты взял не того человека, ты не так много заплатил, распрощался с ним, плюс уволить человека в СНГ гораздо проще, чем здесь. Вот. То есть, здесь это действительно очень серьезный шаг. Еще такая особенность, потому что мы владеем компанией десят на пятьдесят. Очень часто людям перед тем, как начать бизнес, стоит подумать, насколько они хотят иметь бизнес-партнеров. Потому что некоторые решения, которые могли бы быть решены за какой-то очень краткий срок, в нашей компании решаются гораздо дольше, просто потому что мы не можем найти общий язык. То есть, нам нужно обоим согласиться на какой-то, то есть, найти какой-то компромисс. И этот компромисс бывает найти довольно долго. И не всегда он устраивает меня и устраивает Максима. Но с другой стороны, проще. Но есть бизнес, конечно. Потому что, да, две головы и всегда хочется с кем-то посоветоваться. Он усилен в одной серии, я усилен в другой серии. И где-то мы долго делаем решения, принимаем решения, но с другой стороны, мы наоборот, вдвоем находим какие-то общие точки сопередстроения. И быстрее их принимаем. Была такая интересная история. В конце второго года нашего бизнеса, когда более-менее что-то стало проклевываться, и когда мы могли уже несколько сот долларов себе уже в карман положить, один из наших самых больших клиентов, ни с того ни с сего. Ни один из самых больших клиентов. Самый большой клиент. Ни с того ни сего, как влом среди ясного неба, этот клиент, чтобы понимали размеры, он и так был, не корпорация, это называется Холтинг, сорока компаний. И в один прекрасный момент по телевизору мы узнали, что эта компания, Холтинг, попал в, я сегодня даже по гуглу, как по-русски это называется, конкурсное производство. Это процесс, который предшествует банководству компании. Когда кредитор, например, банк, чувствует, что компания может не выплатить ему долг, какой-то, или проценты по долгу в какой-то момент, он может, пользуясь травом, которым ты удаешь ему, когда подписываешь документы с банком, поставить твою компанию, так называемое, конкурсное производство. Это значит, что ты больше не управляешь своей компанией, компания, значит, входит внешний управляющий, назначаемый чаще всего вот этим кибитором, который решает, кому что отдать, продавая имущество твоей компании. Ликвидирует компанию почти, нет? Это не ликвидирование компании, это немножко как бы другой... Ну ты проще расскажи пример какой-то, приведи. То есть, все равно, то есть, компания... Но в принципе, да, то есть, в принципе, он пытается отдать все долги, которые возможно отдать. Да, то есть, это главная цель, если не интересуется сама компания, не интересует выплат от долга. Да, что можно вытащить из этой компании. И, в общем-то, мы узнали это из новостей, и оказалось, что эта компания, один из больших банков, почувствовала, что что-то неладно, что эта компания стала тратить слишком много денег на какие-то вещи, и что она стала дефолтить по своим обязательствам долговым. В общем, они просто... Не выплачивали, нужно... Как это получается? Просто рано утром ты приходишь на работу, а тебе говорят, вы не имеете права включить свой компьютер больше. Все. Никто в компании не имеет права. Пока какие-то люди внешние приходят и начинают все это сами поднимать. Это при помощи полиции все происходит? Нет, абсолютно здесь. Я думаю, там судья какой-то должен быть увлечен. Это, да, это дается такой ордер. Но этот ордер, его можно получить буквально за несколько часов, и банки знают, как это делать. И на основании этого ордера, то есть по закону Моизландии, ты не имеешь права препятствовать такой деятельности. Соответственно, что делает этот внешний управляющий? Он пытается вернуть долги. Прежде всего, он пытается вернуть долг кому-то, кто самый главный кредитор, кто всю эту историю затеял с тобой. Потом это налоги, то есть какие-то есть налоги должности, по-моему, есть. Потом идет очередь зарплат. То есть зарплата, которую должны быть работникам. И потом, если что, после этого остается, ты расплачиваешься со своими, называется, кредиторами, которые не имеют перед тобой никаких, которыми не имеешь никаких обязательств за пределами своей компании. То есть чаще всего, почему банк может схватить тебя за одно место? Потому что ты подписываешь, что ты лично, как директор, гарантируешь выплату этого долга. И они имеют право на всю твою собственность. Соответственно, компания, будучи твоей собственностью, она тоже, банк тоже может ее себе отобрать. Когда этот остается круг кредиторов, вот этих разных, допустим, если ты компания, которая экспортирует, например, кивифрукты, то есть ты должен, чаще всего у тебя влаговые обязательства перед компанией, грузовики, которые предоставляют тебе, которые ты покупаешь, упаковку, которую ты покупаешь, какие-то бухгалтерские услуги, то есть и ты, как бы, всегда компания должна к большому кругу таких лиц, других компаний. Но так как это лимитированная компания, то есть у тебя лимитированные обязательства, то ты, по идее, не можешь не выплачивать им деньги, если твою компанию... она или ее обанкручивает, или она, как бы, да, в ней нету этих денег, чтобы тебе заплатить. Соответственно, все эти деньги просто исчезают. И, соответственно, вот то, что произошло с нами. Мы были одним из таких кредиторов, антикьюид кредитор, если это по местным делается. И, как всегда бывает, как и нам сказала эта компания управляющая, что, скорее всего, никакие денег мы не получим. Для нас это была большая сумма, порядка 15 тысяч на тот момент. То есть мы просто сделали лосс, который мы никогда больше не увидели. Причем это совершенно законная и нормальная процедура. Самый интересный момент этой ситуации, что нам, допустим, представьте, это все случилось в понедельник. Говорят, все, вы потеряли себе 15 тысяч долларов. Но у них же бизнес дальше идет, им же надо дальше как-то работать и получать деньги. Потому что клиенты у них все равно какие-то есть, у них все равно какие-то есть, которые надо экспортировать. И нам говорят, вы не получите эти 15 тысяч, но у нас все равно нужно растамаживать груз. было вам интересно, вы хотите с нами дальше продолжать работать, но как начиная с новым клиентом. То есть забудьте про этот долг. Они нам начали платить за ту же работу. Мы работали с теми же людьми, но мы просто потеряли эти 15 тысяч. Как будто их никогда не было. Эту компанию, Максим просто упустил один момент, из этих 40 компаний, несколько было очень прибыльно. И пришла компания из Америки и сказала так, я хочу сделать вот эту компанию со всеми ее долгами, а вот эти остальные 37 можете забрать. Я и наступил эти 3 профиль в компании, которые приносили прибыль, и как бы начал работать с их клиентской базой, но только с чистого листа. Я уже не раз слышал, что сейчас рынок настолько меняется быстро, что ты не можешь очень долго зарабатывать на одном каком-то товаре. То есть либо у тебя какой-то очень-очень специфичный товар, ты вот там с поколения в поколение чем-то одним занимаешься, дает какая-то беру. Либо же этот товар трендовый, как эти ховерборды, или какие-то электрические, другие девайсы, которые вот они там будут популярны, потом они не популярны. Мне интересно, то есть поскольку вы работаете с разными компаниями, с одними, тем же, у них меняются товары через время? Ну, бывает, бывает, что и так, особенно в торговой компании какие-то, которые вообще в принципе не выцикливаются в одном виде товара. Мое желание настолько просто открыть и закрыть бизнес, что мне кажется иногда, что они просто закрывают и открывают новый. Закрывают один, открывают второй. На основном наши клиенты, я думаю, они возят в принципе тип товара один и тот же, они просто улучшены, улучшены версии, как всегда, когда появляются новые запретения там на фабриках, а так в принципе тип товара похожее все время. То есть, такие вот коммерсанты, которые там повозили один сезон, один товар, другой товар, такие сезон. Есть пару? Да, минимальное количество. Как вы боретесь с конкурентом? Сейчас нам, я думаю, только в такое время мы работаем, что спрос на наши услуги очень высокий, потому что это связано с иммиграцией, то есть самая рекордная иммиграция сейчас идет строительный бум идет, то есть много строительных материалов импортируется, недвижимость выросла, значит у людей появляется свободный капитал для покупки машин, каких-то гаджетов, мебели, то есть все это связано с импортом, но в Зеландии же ничего не делается, поэтому пока все это идет в правильном отоплении, наши услуги будут очень востребованы, поэтому на самом деле у нас редко были случаи, что мы соревновались по ценам, то есть нам бывает, я даю цену, и люди, такое ощущение, даже не сравнивали цену, потому что говорят сразу, давай растамажим, у меня там контейнер приходит сразу и срочно, поэтому, ну да, я считаю, повезло, по честному. чтобы поймать как бы этот поток, нужно правильно расставить маяки, маяки, так чтобы эти маяки видели твои потенциальные клиенты и на них плыли, соответственно, для этого нужно иметь хороший веб-сайт, хорошего человека, который тебя знает толк в Google Ads, человек, который знает толк в Google Organic, человека, который зависит от твоего бизнеса, шарит в социальных сетях, в Instagram, в Facebook, то есть, я и другу говорю, упаковка, да, эти моменты, да, они, это как, ну, кто-то может назвать сети, кто-то может назвать маяки, то есть, так, так, чтобы люди знали, куда идти, чтобы они увидели тебя. Как вы считаете, что важнее, по приоритетам, если я понимаю, то и другое важно, упаковка или сервис? Сервис колоссально важный. Не зря у нас есть чат, не зря мы гарантируем, что мы ответим человеку в течение 30 минут, неважно, какое вечер, позднее, раннее, это утро. Не зря мы шлем рассылки, интересные статьи. Сколько у нас статей в блоге? Я, кстати, более 40, 10. Я стал у вас в блоге, я открыл, увидел 10 страниц, и был довольно таким впечатлен, потому что они все это делают уж точно. И статьи довольно интересного содержания. Ну, в нашей... Что-то мы сами находим интересное, что-то, опять же, приносят наши люди, с которыми мы когда-то либо договорились, что они будут этот сервис нам предоставлять. То есть невозможно быть в курсе всего, что сейчас происходит. Нужно, чтобы у тебя было не 2-4 уха, а 50 ушей, чтобы из-за тебя тоже слышали и видели. Партнерство, вообще, сотрудники имеют очень большое значение, потому что, когда вы один человек, у тебя две руки, когда у вас уже семеро, в вашем случае, как будет у вас уже 14 лет. Нельзя забывать, опять же, всю эту роль как команду. Все говорят, и в предыдущих ваши интервью, ребята об этом говорили, команда это очень важно. Нам тоже повезло, у нас обалденная команда, ребят, которые нам очень хорошо помогают, они целеустремленные, они знают, что нам делают, и огромная часть того, что он делал. То есть, это огромная часть сервиса, который мы предоставляем, и, как Максим сказал, знак качества. Мы за этим качеством стоим, и наша команда гарантирует, что это качество будет предоставлено, гарантировано нашим клиентам.